Здравствуйте, дорогие друзья! Время где переводят, где нет? Сегодня второе Ниссана. Соответствует, если вы помните, то я говорил, я еще раз на всякий случай повторю, что 12 первых дней этого месяца, если мы проследим и увидим, как, скорее всего, проживем целый год. Вот сегодня второе Ниссана, оно соответствует месяцу ИЯР. И это аббревиатура, вы знаете, ИЯР слов «Я Господь, Целитель Твой». Этот месяц считается способствующим излечению. И поэтому в эти дни ИЯРа мы, кроме того, что считаем Амир, кроме того, что есть Шавот, месяц, когда послан Ман. И поэтому надо в этот месяц, а следовательно сегодня, надо молиться о заработке, чтобы он был дарован из рук Всевышнего. Вот суть этого дня. Я, кстати, на всякий случай скажу и завтра. Шаббат у нас нет урока. Третьего Ниссана соответствует месяцу Сиван. В месяце Сиван получили Тору. В этот день читают 119-й Псалом. Желательно прочитать для удачи. И обратиться к Ашему за близких, за народ, за себя, чтобы возвратиться к Торе. Вот суть этих двух дней. Вообще, давайте вернемся к нашему дню. Сейчас многие начинают понимать или чувствовать, что безверие ложно, более того, трагично. Если нет Бога, высшая морали, то вообще все дозволено, бессмысленно. И как сказал один мудрец замечательно, тяжело жить, считая, что в конце ничего. А если вдруг произойдет такое, что там есть, если ты пришел через 120 лет, а там сидит Бог и говорит, ну давай посчитаем твои дела, которые я заповедовал, а у тебя ничего. И ты проспал не просто что-то, ты проспал все. Поэтому надо думать об этом. Религия вообще, это протест против восприятия всего сущего как данности. Это искусство жить удивляясь. Вот и подумайте, хорошо это или плохо. Сказали мудрецы, что знак нашего поколения это страх. В центре современной психологии, философии всего, вот книги, страх. А он возникает из-за чего? Из-за разрушения веры. А как восстанавливается вера? Есть в Пейсах. В Пейсах Бог раскрыл себя. В Пейсах вообще мы можем подняться до небес. Каждый человек в своей жизни сталкивается с ситуациями, которые ему кажутся иногда безвыходными, неразрешуемыми, естественным путем. Это может быть связано со здоровьем человека, с его близких, с бизнесом, с отношениями, с чем угодно. Тора говорит нам, что ночь Пейсаха это ночь сохранения для всех поколений. То есть, если мы будем уверены, подойдем к этому дню такой, что Всевышний не просто есть, а он закреплен для нас в голове на высшем уровне, и что он выше природы, выше человеческого понимания, тогда мы становимся сосудами для сил, преодолевающих законы природы, и можем удостоиться чудес, подобных исходу из Египта. Вот для чего нам надо вспоминать Пейсах, вот для чего нам надо жить в этом Пейсахе. Я расскажу Майсу короткую. Левиц, как из Бердичева, знаменитый заступник еврейского народа, великий человек, часто выступал перед Богом, как бы говоря ему в защиту евреев. Однажды в канун Пейсаха он дал своему служанке такую большую коробку, и попросил его обойти всех евреев Бердичева, и принести хлеб, который найдут. Туда вернулся с пустой коробкой, говорит, Рэбе, все уже, уже хамец, сожгли все, нету в домах у евреев ничего. Тогда он говорит, хорошо, ладно, возьми еще эту коробку, пройди по дворам, и найди мне контрабандного табака. Ну, тот пришел, через час уже пол, это много табака. Рэбе взял коробку, пустую и полную, подошел к святая святых в синагоге, перед ковчегом, простите, открыл его, и сказал, повелитель вселенной, царь этот местный, приказал арестовывать и ссылать в Сибирь всех, кто занимается контрабандной табакой. Полиция, огромный штат, жандарма, армия, все следят за выполнением его указа. Но видишь, какой результат? Вот табак. Ты же, три тысячи лет назад, сказал, что в Пейсах у евреев не было в доме хамца и не было, ну, хлеба. У тебя нет ни полиции, ни армии, ни Сибири, и ты видишь, как мы выполняем твое повеление. Это можно объяснить только тем, что мы тебя любим, и нам нравится выполнять твои заповеди. Поэтому дай своему народу, скорее, Машеха, и хороший год. Так и мы с вами. Мы с вами, может быть, хотя бы иногда, но присоединяемся вот к этому духовным порывам, к тому, чтобы как-то открыть себя чуть-чуть, немножечко. Надо немножко стараться с ним беседовать, хотя бы, ну, это один на один, тихонечко, чтобы никто не слышал. Это приведет всегда к результату неразрешимые проблемы могут оказаться вполне разрешимыми. Шаббат шалом, хорошего шаббата, брахава от слаха, всего самого-самого лучшего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова